нам природу. Мы пользуемся. А это знаете, какое богатство? Вот мы платим деньги и идем в солярий. Там что мы как бы пуху подставляем под инфракрасные там лучи, да? Вы знаете, что это испражнение солнца? Электрическая энергия это, ну, это все то же самое, что вот солнце пухнуло и получилось с электрической энергией. И мы вот ради этого деньги тратим, платим. Нет, чтобы на солнце выйти просто, на солнце, потому что это бесплатная чистейшая энергия счастья. Вот чистейшая энергия счастья, но мы к ней не привыкли. Мы боимся ее, нам врачи говорят, не надо на солнце стоять. Потому что, конечно, когда ты стоишь на солнце, у тебя токсины начинают плавиться, а мы даже не хотим подождать. Мы не хотим несколько раз сходить на солнце, постоять, и вы увидите, что все пройдет, что перестанет это ощущение, что меня перегрузило, мне плохо стало. Все это пройдет и станет все лучше, лучше, лучше. Понимаете, чище в сердце становится, радость наступит. Мы забыли про природу, мы боимся ветра, мы боимся солнца. Боимся снега. Знаете, что снег очищает человека? Если снег принять в свою жизнь, то он делает сердце чистым, спокойным. Снег это самая чистая вода, какая только бывает. Когда люди видят снег, они очищают свое зрение. Поэтому люди часто ждут снега. Не хватает снега. Особенно, когда снежно, много снега, зима, то люди очень сильно, которые знают эту энергию снега, они очень сильно радуются. Они на снег бегут и радуются снегу. Хотят быть на снегу. Особенно, когда снег, это самая чистая энергия воды. Он сильно успокаивает, избавляет от обиды. А когда еще ветер, еще такой снег плюс ветер, это вообще очень сильная погода. Она от обиды избавляет и плюс силу дает. Но люди все, когда снег и ветер, они все по домам разбегаются. Они не хотят, люди не хотят очищаться. Они не хотят наполняться энергией природы за свои любимые, метель, снег. И все, что между нами плохого было, оно уходит. Потому что человек настраивается на что? На снег. Настраивается на природу. Мы не знаем, что нам подарил Бог на этой земле. Мы ничего про эту землю не знаем вообще. Мы не знаем, насколько она прекрасна. Мы ничего не видим. Мы живем в своей обжаренной цыплятой табака. Мы ничего не видим. Мы обжарены в своей жизни. Мы в ней крутимся, постоянно думаем о себе, о своей жизни. Ничего не видим вокруг. Только вокруг нас благодать Божья сияет. Небо дает человеку простор. Вот если человек чувствует, у него в жизни некуда. Он не знает, чем заняться в жизни. Он не знает, как думать. У него ощущение, что у него жизнь совершенно зажата. Вот он как в тупике живет. У кого такое ощущение? Что нечего делать. Надо выходить на улицу, смотреть на небо. Потому что простор, вот этот простор, дает возможность вашему сознанию освободиться и начать мыслить шире. И вы сможете тогда через эту энергию простора, вы берете эту энергию простора в себя, убираете, и у вас появляются перспективы в жизни. У вас зажатое сознание, у вас не хватает простора в сознании. Вы не знаете, как действует эта сила простора. Если человек смотрит просто в небо, он получает очень широкое понимание жизни. Понимаете? Поэтому нужно люди тоже. Мы думаем, люди, люди ходят, люди, люди. Мы не знаем, что в каждом человеке Бог находится. Знаете об этом? И каждый человек может вас благословить. Вот я лекции зачем езжу читаю? Зачем кидаю конфетки? Зачем? Я собираю благословения. Потому что через вас Господь у каждого... Знаете, вот какой красивый у вас Господь у каждого внутри. У каждого по-своему красивый. Если человеку конфетку, особенно освященную, освященную конфетку бросаешь, а Богу нравятся освященные конфетки, то это конфетки с ним связаны. И Господь постоянно благословляет через вас меня, благословляет. Столько счастья. Понимаете? Конечно, в жизни все будет налаживаться, если такая сила идет через людей. Надо всем желать счастья постоянно. С людьми связывать свою жизнь. Судьба что делает? Отгораживает. Замыкает человека на себе. Вот сзади вот женщина, белые волосы, самые последние ряда. Ручку подняет. Не оборачивайтесь, я про вас говорю. Да. Да. Судьба замкнула вас на себе. Знаете? Нет вокруг никого. Все окрубилось. Только вы и все, больше никого нет. Так можно ведь вообще разрушить свою жизнь. Не надо войти, входить в это состояние. Нужно улыбаться всем. Думать о людях, смотреть, как бы пытаться их как бы видеть, понимаете? Нужно вытаскивать себя из этих состояний. Иначе все будет разрушено в жизни. Надо это четко-четко в своем сердце понимать. Вот вам, женщина, посвящается стихотворению. Монфетку. Вот, видите, поймала. Все, отлично. Мой хороший, не ломайтесь. Судьба что делает? Она смыкает на себе. Вот как человека сломать? Надо замкнуть его на себе, чтобы он думал о своей жизни. И все, и душить его, душить дальше. Все дальше разрушается. Здоровье разрушается, работа разрушается, семья разрушается. Человек просто сидит, думает о себе. Он перестает есть, перестает спать. Только думает, и думает, и думает. И он так погибает, человек. Разрушается жизнь. Как надо вытащить себя? Надо заметить природу, здоровье сразу пойдет. Длительное движение, неподвижное положение тела, деревья, знаете, как лечат человека? Они стоят, не двигаются, у них столько терпения. Липы успокаивают человека, лечат психические болезни. Если аутизм, ДЦБ, ребенка надо сажать возле липы. 20 минут, один слой психически очищает. Час 40, ребенок сидит возле липы, все 5 слоев очищаются. Это он ничего не делает. Допустим, ребенок, вот допустим, нет возможности двигаться. Подъехала к липе, спиной села, и все, организм лечится сам. Просто сидишь на коляске, час 40, даже не надо статические упражнения делать. И все лечится полностью. Весь организм просто липой вылечивается, и все. Потому что липа, такое дерево, оно успокаивает. Суставы лечат клем. У кого суставы болит, возле клена встали. Если человек стоит возле дерева, 65 минут вот так стоишь, все психическое тело прочищается. Позвоночник находится на четвертом слое психическом. Значит, 52 минуты стоишь, позвоночник вылечивается. А если 40 минут стоишь, суставы вылечиваются. А если 65 минут стоишь, все вылечивается. Сосна лечит все хронические инфекции. Замучили вирусную инфекцию, пошел к сосне, встал. Она сразу вирусы начинает лечить. А елка лечит онкологию. Встал к елке, 65 минут стоишь, вся онкология загибается у тебя внутри. Представляете, какая сила в природе? Мы ничего не знаем об этом. Женщины бесплодия, допустим, тополя есть у вас? Тополь лечит женское бесплодие. К тополю встала, все начинает работать, цикл пошел работать. Все заработало, все нормально. А сосна лечит мужское бесплодие. Береза, она лечит желудочно-кишечный тракт, лечит, успокаивает, нервную систему лечит береза тоже. Невритая, когда у человека нервная система страдает, береза лечит. Сердце, липа может лечить все фруктовые деревья, яблони, сердце хорошо лечит слива. Если толстая слива, можно возле нее стоять, сердце лечит, а слива, когда толстая. Вишня, кровотворение, кровотворные функции лечит. Яблоня лечит легкие бронхи. Ива лечит тоже, желудок лечит, бронхи лечит, ива. Аллергию лечит. В каком помещении дерево? Чем толще, тем лучше. Если очень толстая, то сам во всем хорошо. Такое тоже хорошо. Но чем толще, тем лучше. Бывают деревья фруктовые, они не могут быть толстыми, слишком они тонкие, тоже нормально. Но бывают очень толстые деревья. Вот такие вот. А дуб лечит позвоночник. Почки лечит дуб. Можно почки лечить дубом. Ива лечит мочевой пузырь. Если мочевой пузырь слабый, ива лечит. И там спиной надо стоять? Спиной, да. Запомните такое правило. Мужу надо стоять лицом и обнимать его. К мужу спиной стоять не надо. А к дереву надо стоять спиной, обнимать дерево не надо. Запомнили? Не перепутайтесь. Что-то я запутался. Дерево спиной надо стоять. А вы думали с мужем, а вы стояли теплые деревья. С мужем возле дерева тоже нормально. Но дерево обнимать не надо, потому что дерево должно соприкасаться с позвоночником. Когда вы его с позвоночником соединяете, то начинается лечение. А лечение, если с мужем, то когда ты его обнимаешь, начинается. Спиной не надо вставать к мужу, лечение не будет. Понятно? Не перепутайте главное. Господи, дай мне, пожалуйста, толстый, понимаешь, толстый, вот такой вот кошелек толстый. И тонкую талию. Пожалуйста, не перепутайте. Ладно, мои хорошие. Мы с вами говорим о том, что делать, когда пришла тяжелая судьба. Я вам на самой первой лекции очень много говорил о том, что бывает жестокая судьба. Она человека ломает. Люди часто очень сильно удивляются этому. Они думают, как же так? Почему меня все бросают, все предают? Что за полоса такая? Может, меня сглазили, испортили. Может, к бабке-гадалке надо ходить. Если сходите к бабке-гадалке, еще хуже будет. Потому что она вас настроит на негатив. Когда жестокая судьба пришла, она ломает человека. И что нужно делать? В это время нужно молиться Богу. Нужно совершать аскезы. И самое главное в это время, постарайся себя не терять. Вспомните песню. Нужно сохранить себя в это время. Не пытаться мужа вернуть, не пытаться работу вернуть. Когда тебя ломают, у тебя все рушит, все разрушает. Самое главное, сохрани себя. Перестань обижаться. Перестань злиться. Перестань думать плохо. Перестань страдать, мучиться. Понятно? Нужно желать всем счастья. Нужно думать о Боге. Делать неподвижные положения. Длительное движение. Пост на воде. Старайтесь себя сохранить, когда пришла жестокая судьба. Это первое правило. Самое главное. Теперь, если человек чувствует, что у него все в жизни как бы убедает, все плохо становится, значит идет плохой период. Не надо думать, что он вечно будет идти. Он обязательно закончится. Не надо в это время, если чувствуете, нет настроения, нет сил, нет радости, разгрожительность, гневливость, обидчивость, значит надо аскезу совершать. Неподвижное положение тела, длительное движение и пост на воде. И это вам поможет. Если вы чувствуете одиночество, замыкает вас на себе. Не замыкаетесь. Начинайте улыбаться людям. Если чувствуете, не можете к людям идти. Просто дома желайте всем счастья. Можете фотографии расклеить там на стене. И просто желайте всем счастья. Родственникам, знакомым. Берете икону, мысленно смотрите на нее. Берете от нее благодать. И отдаете людям. Берете, отдаете. Берете, отдаете. Вспоминайте песни про реку любви. Где течет в любви река, отражая облака. Ну то есть надо через себя реку любви пропускать. Надо, чтобы у вас любовь заходила от святого человека и отдаете. Заходит, отдаете другим людям. И Бог у вас, сердце оживает, начинает улыбаться вам. И в это время зла и судьба уже не работают. С работы не выгонят, уже не смогут выгонять. Люди, когда слушают мои лекции внимательно, так у них классно жизнь протекает. Вот один человек слушал, и он узнал, что в позе алмаза, когда сидишь, знаете, в позе алмаза, это с колен вниз садишься вот так вниз. Поняли, да? И сидишь, что в позе алмаза, когда сидишь, то судьба не может в тебя зайти. И он решил проэкспериментировать. У него на следующий день должна была проверка, налоговая инспекция должна прийти, фирма. И он в позе алмаза каждый день 65 минут молится. Так они в этот день не смогли прийти, в второй день не смогли прийти, в третий не смогли прийти, в четвертый не смогли прийти. Потом они звонят ему, говорят, ну как бы мы что-то до тебя дойти не можем. Он думает, да и не сможете, я в позе алмаза сожигурирую. Вот и все. В позе алмаза судьба не может зайти просто в тебя, потому что такое положение тела такое. Оно от судьбы отодвигает. А в позе бабочка, когда стопы вместе, колени врозь, наоборот, доброта в тебя входит, выходит через тебя, добрая энергия начинает идти. И это положение тела хорошо для зачатия детей. Вот допустим, женщине после 40, у нее энергии уже для зачатия не хватает своей. Надо в позе бабочки сидишь 65 минут, длительное движение совершаешь, и все, в тебя энергия для зачатия начала входить. Возле тополя еще в позе бабочки сидишь, тополь сзади. И все. Люди проходят мимо, говорят тебе, ну так, а ты им желаешь счастья. Есть такая пословица, хорошо смеется тот, кто смеется последний и без последствий. Вот поэтому радуйтесь всем, всем желайте счастья, делайте правильные вещи. Когда человек выгорает, у него нет сил, значит не хватает энергии природы. Когда человек чувствует, что нету работы, нету денег, нету положения в обществе низкое, не знаю, что делать, как деньги зарабатывать, как замуж выйти, значит не хватает связи с людьми, надо вот этим заниматься. Надо начать желать всем счастья, сидишь, желаешь людям счастья, на улице всем желаешь счастья, ходишь, идешь когда на работу или еще куда-то. И Бог вам даст все, что вам надо. Мне разок, я прочитал в интернет такую историю, начал медитировать на этого человека, просто обалдел. Грузинно, блин, пришел в супермаркет, ну восточный человек. Пришел в супермаркет, смотрит бабушка такая, в Москве-то был. Бабушка стоит такая, купила кусочек хлеба один маленький и чуть-чуть пачечку молочка купила, чуть-чуть. Он говорит, бабушка, что так мало купила? Она говорит, сыночек, я дольше-то не унесу и денежек у меня больше нет. Он говорит, да это вообще не проблема, я могу унести тебе больше и денежки у меня есть. Взял корзинку, набрал еды. Она стоит такая, смотрит на него, бабулечка. Вот, смотрит на него. Он купил ей все, несет домой ей еду. Говорит, а дырки у тебя где? Она говорит, а у меня дети ждут, когда я сдохну. Потому что у меня квартира хорошая. И они ждут, когда я сдохну. А я что-то не сдыхаю, не сдыхаю. Мне никто не помогает, вот я одна живу. И он принес ей домой все, разложил еду там. Говорит, ты можешь мне дать ватсап твоих детей? Она ватсап ему дала, он говорит, диктует им. Вы, говорит, не ждите, когда она сдохнет. Вы вперед сдохните, я буду теперь ей помогать. Я, знаете, зачем нашел этого сознания, этого человека? Знаете, зачем? Я хотел узнать, ну, какой будет ответ Бога. И когда я вот этого человека увидел, в моем сердце Господь так радовался просто. Ну вот что, неужели думаете, что Бог этого человека оставит в беде? Неужели, думаете, он там, денег у него в жизни не будет? У меня есть один знакомый, он слушает мои лекции, хороший такой человек. Он мне, когда я приезжаю в Краснодар к себе, туда, в Ильску, в поселок, он мне покупает ящик перциков, допустим, привозит мне в гости. Ну, гостиницы просто. Или фрукты мне покупает, ящики, прям, какие вкусные. Вот. И вот история у него такая. Он был менеджером такого среднего звена на хлебзаводе. Просто там занимался менеджером, чтобы хлеб, продажи шли хлебом. И он решил с Богом договориться. А у него там загибалось его этот завод потихоньку. Продажи падали, и все плохо. И он такой прямо в храм пришел, говорит, давай вот так. Я тебе отдаю всю прибыль, что придет. А ты увеличиваешь нам продажи. Вот на это количество денег. Ну, так и порешили, короче. И сразу же, как он так сказал, у него начали продажи расти на заводе. А он все денежки, которые прибавляются, четко отдавал Господу. И потом он решил на эти деньги, а денег много стало, он решил на них храм строить начать. И когда он храм решил Богу строить, то там ситуация такая на заводе произошла, что два их начальника, муж и жена, они между собой поссорились и развелись. А начальник очень сильно уважал этого человека и с ним советовался. И он с ним начал советоваться, а тот со мной советуется. А я ему говорю, что делать. В результате он, а им так помогать начало им, а они не хотят сходиться. И они его сделали третьим учредителем на заводе. Ну, чтобы он их как-то, между ними как-то, чтобы не развалилось все. Потому что она, жена, хотела свою долю продавать. А этот человек его уговорил не продавать. И он стал учредителем, соучредителем этого предприятия, представляете? Просто так Господь захотел. И у них сейчас все там развивается, процветает. Он строит огромный храм. И у них появилась куча богатых друзей из-за этого, которые тоже помогают храм строить. Он Богу просто решил предложить сделку такую. Ты нам деньги, я тебе отдаю всю прибыль. Господу понравилась идея. И сейчас у него нормально денег хватает. У него зарплата просто другая стала. Он же зарплату не отдаёт Богу, он прибыль отдаёт. А у него зарплата больше стала. И всё, Господь ему назад всё вернул, ещё больше стала. Поэтому надо поменять мышление, свои мои дорогие друзья, мышление поменять. Надо учиться людям помогать в жизни. И иногда, но это не вас касается, иногда, когда человек много-много людям помогает, Господь, знаете, что делает? Он у него всё забирает, всех помощников забирает. Всем говорит, помощникам в ухо, говорит, это всё неправильная деятельность, ей не надо заниматься. Этому человеку тоже сомнения в сердце сеет. Знаете, зачем он это делает? Потому что Господь уже, когда квартирку там на небе человеку как бы сделал, Он думает, сейчас я его ещё проверю, может быть, он не достоин туда попадать. И Он начинает человеку в ухо дуть сомнения для того, чтобы испытать человека, чтобы он понял, чем он занимается на самом деле, чтобы он осознал это всё. Одна девушка ко мне подходит, говорит, она в Украине жила, говорит, Олег Геннадьевич, у меня дом разбили, разрушили, жить мне негде, работы у меня нет. Родственники все там остались, кто жив, там все остались, а я здесь. Она, ну там так получилось, что ей пришлось в Россию уехать, потому что, ну там, где соприкосновение, туда люди уезжают, кто-то в Украину и в Европу, кто-то в Россию ей, как война действует, понимаете? Вот она говорит, я в России, и они все говорят, ты там живёшь, мы с тобой не будем иметь дело. А она говорит, а куда, где мне жить, куда мне деваться, я вот сюда приеду. Вот. И она говорит, Олег Геннадьевич на лекции ко мне пришла, лекции слушать, молиться. Говорит, Олег Геннадьевич, что вот Бог так сделал, я что плохого делаю-то ему? Я хорошо жила, и что-то плохого не делала. Что он мне всё забрал, что я такая грешница, что ли, что я там кого-то обижала в прошлой жизни? Я так не чувствую. Я говорю, вы никого не обижали в прошлой жизни. Он говорит, а что он мне всё отнял? Я говорю, а потому что он вам квартирку на небесах уже приготовил и решил утрезать вас отсюда, потому что если вы здесь привязаны, вы туда не попадёте. Она такая, да! Она, знаете, почему обрадовался? Она квартирку там на небесах почувствовала. Говорит, тогда я согласна. Поэтому не надо рассуждать никогда. Если, допустим, судьба испытывает, Господь испытывает, всё честно Богу служил, всё делал, и потом какие-то страдания, значит, Господь тебе уготовил что-то большее. Не надо страдать. Пути Господни неисповедимы, ни один человек не знает планов Бога. Но догадываться можно иногда, может кто-то поможет. Вот есть свободные возможности людей кормить. Помогайте. Помогайте, чтобы жизнь поменялась. Иногда надо искать, кто-то в мусорке копается, чтобы помочь. Знаете, что надо делать где-то? Неудача рядом с удачей идёт. Знаете об этом? Вот, допустим, смотрите, утром, рано утром встали, пораньше утром. Смотрите, бабушка, соседка в мусорку пошла. Это её неудача, а ваша удача. Это вам шанс получить от Бога милость. Если вы её возьмёте от мусорки, уведёте домой и будете ей кушать, приносить, то дальше Бог вам будет приносить не кушать. Он будет вам приносить то, что вам надо. Вот бабушке что нужно? Ей нужно только кушать. А вам что нужно? А нам нужно квартиру. Олег Геннадьевич Маш, видно, мужика нужно. Столько всего нужно. Всё получите. У Бога мужиков завались. Жилплощадь у него целая вселенная. Всё его собственность. У него нет проблем с этим. Жильём с мужиками нет проблем. Но он ждёт от нас, когда мы будем достойны его богатства, Божьего богатства, понимаете? Мы достойны, мы должны быть. И для этого мы должны замечать вокруг себя, знаки Господа, замечать. Бабушка-соседка в мусорку пошла, это знак Господа для тебя. Он тебе говорит, хочешь счастливым быть? Помоги бабушке, а я тебе помогу тогда. Вот представьте, допустим, вы на заводе работаете, и вы решили сделать доброе дело. И в это время начальник рядом стоял. Что дальше будет? Что дальше будет? Хорошо будет, он будет о вас заботиться, он скажет, что ты теперь будешь нормально работать, всё. А у вас Творец Мироздания прямо вот здесь в сердце живёт. И он всё видит. Бабушке помогли, дальше всё. У тебя будет хорошо потом после. Вот это называется добрые дела. То есть, что он должен быть смелым в сердце? Бабушке хочется идти помогать? Нет. А вдруг она тебя материт? Я экспериментировал. Мне иногда, когда я в Москве лекции читал, там жил, мне дарили там шоколадные конфеты, ну, шоколадки дарили, а я не ем. Жена тоже не ест. Ну, я дарил шоколадки нищим людям. Они едят. И одна женщина, я как бы на лекцию пошёл читать, смотрю, стоит, милостыню просит. Думаю, есть шоколадку там сеть. Назад иду, ищу её. Она уже в сторонке стоит, на ней милостыню набралась, уже выпила и всех материть стоит. Ну, что я как бы на пилосе и всех материть стоит. Говорю, что, да, вы такие, такие. Никому помогать не хотели, вся, сволочи. Вот, ругаются на всех, короче, стоит. Я подхожу и говорю, не ругайтесь, возьмите шоколадку. Шоколадка такая, от дорогой упаковки, она такая, ну, знаете, там, в этой коробочке такой красивой. И она эту коробочку быстро такая, пока я не ушёл, разворачивает, думает, я и надурил. Смотрит в коробочке, шоколадка, очень дорогая. И она берёт её, кусает. Ну, что, может быть, это, ну, обман какой-то. И такая, живёт шоколадка, но меня смотрит. И такая, опа! И застыла такая. И вот так взгляд у неё застыла, она такая вот так раз, с шоколадкой стоит, вот такая. Ну, я пошёл, она такая всё так и стоит. Классно? Господь тебе в сердце ожил. Она застыла при безумлении, когда Господа почувствовал сердце своё. Я смотрю, Господь у неё сердце улыбается, она шоколадкой стоит. Господа почувствовал. Так у неё и поменяется вся жизнь. Поэтому, вот так примерно, счастье можно почувствовать. Вот я читаю лекции, чувствую счастье. Но иногда можно больше счастья почувствовать. И разок такая ситуация была в жизни. Я в Москве иду просто по, там, садовое кольцо, вот машин, 12 рядов, наверное, может 15. Просто такая, очень много рядов машин. Смотри, бабушка стоит, такая слеповатая, с палочкой. И она хочет туда, по садовому кольцу, короче, пойти через дорогу. Я думаю, вот бабушка даёт. Подхожу к ней и говорю, вам что бабушка надо-то? Она говорит, я хочу через дорогу перейти. Я говорю, а что вы, переход не идёте, рядом с переходом стоите. Я говорю, а я, не могу, у меня уже ноги не могут по ступенькам ходить. Я говорю, а что надо-то? Она говорит, да там он через дорогу в хлебный магазин. Я думаю, стойте здесь, сейчас хлеб не принесу. Побежал, короче, купил ей тёплый хлеб. Прибежал ей, даю хлеб, а она, знаете, как хлеб берёт, вот так вот. Не видит человека ещё раз. Так она хлеб берёт, щупает. И у меня в сердце просто, я не знаю, что произошло. Я смотрю на неё, и у меня такой фонтан такой радости из сердца. Просто хлеб купил бабушке, понимаете, и Господь так среагировал, такой, аж взрыв там произошёл. Я до сих пор вспоминаю, вот этим надо заниматься в жизни. Понимаете, не надо бояться. Господь будет радоваться в сердце бесконечно, вся жизнь будет меняться, а мы печалимся дома с этим, печалимся. Чего печалиться-то? Нужно что-то делать, иначе в жизни не будет. Нас в психологии учат визуализировать. Визуализируй всё. Мы же визуализируем, мы же Бог удаст. Ладно, это вам. И что такое? Ловите конфетку. Кого есть вопросики? Да, ваше вопрос. Как конфетка, да, не попадает? Скажите, пожалуйста, обязательно женщина так упорно должна искать мужчину? Или ждать, или как-то надеяться на то, что предназначено. У вас дети есть? Дети есть? Есть. Вы не хотите искать, да? Не то, чтобы хочу, не хочу, но вот много вопросов. А, хорошо, вам не обязательно искать. Нет. Вам надо, если вы не хотите искать мужчину, значит, вы должны думать только о Боге. Есть два варианта, их думать только о Боге, или ищите мужчину. Есть одно ощущение от Бога и тех. Да, вам Бог дал такое ощущение. Дал такое ощущение. Потому что бывает, что человеку не нужно это уже. Это пройденный этап для него. У вас такая ситуация. И Бог вам дал это знание. Бог вам дал это знание. Говорит, не надо никаких мужчин. Все. Думай обо мне. Живи для меня. У вас такая ситуация в жизни. Одна девушка ко мне подходит, говорит, Олег Денадьевич, молодая девушка, подходит, говорит, Олег Денадьевич, а все женщины должны замуж выходить? Я говорю, все. Она говорит, но можно же и Богу жизнь посвятить? Я говорю, можно. Она говорит, а как определить, что надо не выходить замуж, а Богу жизнь посвятить? Я говорю, а Бог сердце дает женщине знание, что ей надо для него жить уже. И больше никому не отдавать свое сердце. она будет понятна, Олег Денадьевич. И пошла. И она пошла куда? В монастырь. Выходу, несчастная какая. Нет, мои хорошие? Есть разные уровни счастья. И счастье для тех, кто идет в монастырь, оно выше, чем для тех, кто живет в семье. Но если человек пошел в монастырь, не потому, что Бог ему сказал об этом, а просто сам, самовольно, он там будет страдать. Поэтому это Бог решает на самом деле. Бог решает, надо дальше искать, значит ищи, осторожайся, пытайся, пытайся исправлять человека. Ну, просто большинство женщин думают, что мужчины даются для того, чтобы счастье с ним испытывать. Нет. У Бога свои планы. Он мужика дает для исправления вам. Ну, чтобы вы его сделали лучше. Вы-то хотите для счастья получить? Нет. Бог даст другого. А если вы его исправите, тогда будет счастье. Понятно? А если хотите счастья сразу, ничего не получится. Сначала деньги, потом стулья. Спасибо. Я желаю вам всем мира, любви, счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей жизни. Простите, что у вас это жало. Продолжение следует... Спасибо. 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 Спасибо.